МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медведи, глухари и тетерева представлены в виде чучел. Хранители музея очень трепетно относятся к своему детищу. Учреждение создано людьми, неравнодушными к природе и своему делу. Он был создан по инициативе почетного гражданина Ульяновской области Бориса Ивановича Зотова и директора Строманьского лесхоза Николая Сельчеваганова. Здесь мы собрали историю развития лесной отрасли Ульяновской области, России и наиболее важные и интересные вехи развития нашего предприятия – Строманьского лесхоза. Лесхоз не остановился в своем развитии. Руководство арендовало прилегающие земли, где находится лес. Предприятие занимается глубокой переработкой древесины. Производство практически безотходное. Все, что у нас получается, опилки разные, там горбыли, мы их перерабатываем в пилеты. Вот мы их вам как бы показывали. Но в то же время мы не забываем, что лес надо восстанавливать. Чем мы занимаемся? То есть имеем свой питомник, собираем семена, сажаем культуры лесные, и лес всегда будет иметь здесь постоянство. Врубается, восстанавливается. И это не единственное развивающееся лесное хозяйство. Строманьское учреждение – наиболее крупное и яркое в Ульяновской области. Но остальные тоже начали подтягиваться. По распоряжению губернатора Сергея Морозова в лесничество Корцузского и Меликесского районов открыли филиалы музея леса – герои нашего материала. Вполне вероятно, что на базе расцветающих лесничеств откроются новые производства. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова